Все это было дивным откровением для людей, которые жили беспутно, не знали ни в чем удержу. Мы были грешники, из язычников, Павел говорит, когда-то все люди. А он говорит, мы евреи избранные, нам закон дан. И евреи этого не знали. Богу не просто нужно, я пришел, стоял, а служить истово. Духом пламенеете. Вот спроси, пламенею я духом или нет. Каждый себе поставит вопрос. У православных-то легче проверить, чем у сектантов. Но там пришел, пламенеет сидит. Как он пламенеет? На скалете сидит. А у нас поклоны, хождение, открывает врата. Мы все должны видеть, и все должны духом приветствовать, радовать, что мне Бог дает быть в истинной церкви. У нас существует крестное знамение. У нас можно креститься. Два креста, три. Это сверхкатолики, с лупетерней молятся. А дальше все у нас одинаково. Мы совершаем крестное знамение. Вот лоб, середина лба. Я попрошу всех, сделайте это движение себе. Нащупайте один раз. Дальше, где пуп, твое чрево, опусти руку сюда. Правая рука, вот где рука соединяется. Вот здесь, вот. Не возле шеи вот здесь ставить. И не вот здесь, а вот здесь. Вот где рука соединяется. Это здесь погона у человека. Это конец плеча, ромена называется. И левая, вот левая, где вот рука. Не вот сюда ставить рукой. Некоторые делают совершенно неправильно. Это не просто отвыкнуть, это уже привычка. Вот туда поставить, а не сюда. Потому что были видения людям. Не доносятся, а раз сидит на плече. Открылись базар, вдруг внезапно. И человек видит сидеть дьявол на плече. Ноги свесил. И когда подсказали, тот испугался. Сделал правильный, он опрокинулся, пало его, нету. Крестное знамение, великая сила на демонов. Почему Иоанн Ватарус говорит, то не прежнее делай тут. Или сюда руку ставят, сюда. Или сюда. Такому маханию бесы радуются, аплодируют. Это здесь в храме бесы радуются. Да, это стадион. Духом пламенейки. Я пришел вот таким, а вы, да я другим совсем. Меня Бог очистит. Мы переплавляемся. Дух внутри человека, он не должен спать. Встань спящей. Воскресенье из мертвых. Это значит смерть. Просто предел. Стоять, стоять и дремать. Чуть-чуть скорее на скамейку спать ложатся. Не садите никому на скамейку. Стыд и позор. Девятый десяток лет человеку никогда не садится. Нас вспомнить будет нечем. Духом пламенейки я не сяду. Больной это вопрос другой. Стал мне говорить. Говори с великой верой. Я это делаю ради Господа. С дьяволом надо бороться. И никак не бороться. А усиленно ежедневно постом на молитвы. Дьяволу не надо бояться. Нигде не написано бойтесь дьявола. Написано побеждать его. Поражать его в голову надо. Это духом пламенеть. Дьявол берет сонных. А поэтому над сонным ангелом распростирает крылья свои. Только встал быстро со скайки. Ни одной секунды не лежит на кровати. Ноги на лоб перекрестился. К двери подходишь. Сразу перекрестись из того. Приучите к этому детей. Отрекаюсь сатаны. Первые слова о сатане. Сначала молитву сотворил. Господи Иисусе Христе, Суни Боже, помилуй меня грешно. Все. Уберя. Отрекаюсь. Если сатана убери его, сдует ветром. И всех ангелов его, всей гордыней его. Это духом, значит, пламенеть. Ничего не сможет сатана сделать. Грамоты тебе не дается. В школу пойдете сейчас. Опять же. Стряхнись с себя эту ледь. Не огорчайте родителей. Не огорчайте учителей. Во мне дух, который идет к Богу после смерти. Как я проведу эту жизнь? Апостол Павел говорит так. Усердие не ослабевайте. А то я был молодой. И вспоминает молодость. Какой был резвый. До смертного счастья такой беде. Когда спрашивают чемпиона. Как ты стал чемпионом? Он говорит. Я думал про держать тебя. Последний круг. Надо все силы приложить. Последний круг. А сколько бежать надо было? 50 километров. 42 километра. И он бежит пароходец. Если ты уже старый. Усильь молитву. Усильь бдение. Усильь пост. А то конец уже. Скоро финиш ее надо. Перебегать будет. Господу служите. Что бы ты ни делал. На кухне. Со скотиной. Мивозишь. Для Господа. Господь так повелел. Там всякую тварь покорил меня. В этих словах заложено преображение мира. Сегодня так остали бы это люди исполнять. И не надо никаких надсморщиков. Каждый будет переуполнять свою норму. Норма-то рассчитана, когда из-под палки делает. А когда ты на своем огороде трудишься. Тебе не надо смотреть на шисы. Ты надо скорее-скорее все это сделать успеть. Там видишь какие тучи собрались. Ведь раньше, когда не было священного писания, как было трудно понимать. Духом пламенеть. И вот они заглянулись. А как пламенеть? Конечно люди разные. И видно. У одного дела ладятся. А другой какой-то все время плетный сон и не доспал. Днем приляжем где-то. Исключитесь дневного рациона сон. Поверьте, больному не будет ревоты. У больного крест как раз такой, чтобы он не спал. Даже больной. И ты усиль подвиг. Сажимор в этой болезни меня Бог и призовет. Аллилуйя, я ему воспою. Пусть меня ангел застанет бдящим. Духом пламенеть. И не сдавайтесь. Усильте свой подвиг. А теперь у нас есть послание. И желая узнать, как пламенеть Господу служить. Мы по всей Библии сейчас постараемся пройтись. Хотя бы у нескольких. Общим спросить. Скажите, а вам Павел говорил, как пламенеть Духом? Пришли мы в Каринскую церковь. 1 Коринфян 7.22. Он говорит, ибо рак, призванный в Господе, есть свободный Господа. А правда и призванный свободный, есть раб Христов. Вот мы уже и поняли, что во Христе всегда свобода. Я ни на что не буду ссылаться. Я сам на себя налагаю узы. Беспечность, весомливость, обжорство, опирство. Это все мытарство. Сегодня можно отговориться. Но что скажем о мытарствах? А мытарство никак не миновать. Мы же православные, мы в это верим. 20 мытарств. Мытеса. Там крепко будут бить демоны. Истязовать будут, написано. До одной минуты припомнят, где мы зря потеряли. Что мы тогда скажем? Вот тогда человек будет не просто слезами плакать, а кровавыми. Почему за волосы нас не тащили в рай? Ведь эта жизнь такая коротенькая. Страшно сказать, какая она коротенькая. И как надо радоваться каждой минутке, которую Бог нам отпустил. Чтобы преобразиться в образ Божий. Усилить бег за ним. И так бегите, чтобы получить. И написано нигде спите. Горе спящим. Горе потерявшим терпение. Везде горе смеющимся ныне. Горе. А плащащие вас радуются. Петр говорит в 1 послании 1.22. Послушанием истине. Через Духа. Святого. Очистив души ваши нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вот у нас от чистого сердца или нет. Мы собрались в таком отдаленном месте. У нас устав. Вы его не составляли. Как раз мы готовы к Карагуже приехали. Нам первый год так как это было непросто. Ничего не было. Ни статуса, ни электричества. Ничего нет. Наконец устав был составлен. Не забывайте. Устав этой деревни в том, чтобы восстановить ее на православных, христианских, старинных, благочестивых обычаях. Принято носить пояс. Я сколько раз говорил. Приезжали нынче. Видели журналисты с Москвы. Вот это корреспондентство с Новосибирска. С московской газеты. Все на новых поясах. Почему? Потому что они к нам приехали. А мы духом к наменеем. Вы видите, к вам приезжают родственники. Не бойся устроить скандал. Златоуст говорит. Вот и идет удар его. Так это же хулиганство. Ты не отвечай. Златоусту ничего. А скажи, я выполню. И ходят нагло, без поясов, по деревне, с отступниками, с богохульниками. Сообщаются ездить на рыбалку. Безобразие просто. Буквально я нынче сегодня пересмотрел. Это за мной по дому все идет. Ну пойдите один за другим. Вам дорого в устах деревни. Окупируйте этот дом. Скажите, нельзя этого делать. Это не по любви. Мы же приехали сюда не возвращать. Если мы начнем все молиться об этом, Бог выметит вас отсюда, как гнилье. Уже сколько людей потеряли здесь житие свое. Не нарушайте в устах. Я умоляю вас, Христом Богом. Так а что от пояса спасения? Тебе не надо рассуждать. Ты уже подписался. Ты приехал сюда. Ты отвечаешь за тех, кто в твоем доме. Мы отвечаем за все. Война. Пять с половиной миллионов солдат. Миллионов. Все по форме, ни один не рассекнуты. Победу даровал Бог. Напряженно нужно спасаться. И у нас в устах такой, что нужно быть не распоясанным. Дом распоясался весь. Распоясался, что это хулиганы просто настоящие. Вы рядом живете. Не позволяйте этого делать. Написано, не опаздывай. Дальше не опаздывай. Опаздывай. Напишите объяснительную. Если у тебя есть капли любви к уставу, к людям, которые, к священнику, к старости, к смотрителям. Спрашивай, смотрите ты, почему ты никаких не берешь тех объяснителей? Почему одни и те же люди опаздывают? Ну мы говорили, а теперь вот еще. У нас в Барнуле этого нет. Несколько замечаний. Человек видит, это не его. Не туда он попал. Он ушел и все. Вымелся, то Бог выспит, потом плесень ее нет. Мы за нее не отвечаем. Он сам избран. Другое дело, человек с ночной, когда идет. Иное дело, живет за городом далеко. Первый год у меня транспорт. Мы это все учитываем. Ну не так, что я сегодня проспал. Ладно, завтра, послезавтра. Это не годится. Об опоздании есть каноны. Об пропуске службы есть каноны. В первом послании Петре 4,8. Петр говорит. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Грехов. Это проступки. А не то, что человек умышленно это делает. Не приветствуйте того, кто не приносит всего учения. Не приветствуйте. Не участвуйте ни в каких делах. Бог застанет тот же судить тебя по этому человеку будет. Пламенеть не духом. Или вы ничего не видите. Ты просто начинаешь молиться, и Бог что-то сделает. Обязательно. Мы перед Богом согласились спасаться. Разболтаножили люди в Содоме и Гаморе. Что с ними случилось? Люди не хотели славить Бога. Бог истребил всю землю. Вот они, лага перед нами. Это стопроцентное наказательство потопа. Это вода вымыла после потопа. Через год, когда разболтан. Вот эти все лага. Это вода вымыла. Никакого любого веселья даже не ищите. Ничего нет. И Бог в тобой мир так же покарает. Самым маленьким ребенку дали устав какой, чтобы он его выполнял. Составьте бы сейчас заранее расписание. Составьте. Встаешь ты во сколько? Составайте рано. Вещер, ложись, рано. А я поздно ложись, поздно встаю. Нехорошо делаешь. Даже физиологи говорят, один час до двенадцати часов. Стоит двух часов после двенадцати, когда спишь. Так устроит Бог. Это биоритм атмосферный. Такое. Пораньше встань. И Давид все время воспевает тебя. Встану рано, на славный господин. И говорит, я посижу долго, а потом прославлю поздно. Нет этого. Ты предваряю рассвет и взываю. Предваряю. Рассвета еще нет. Это означает, раньше рассвета я уже на ногах. Конечно, речь идет не о сибирской зиме. По сибирской зиме, так это можно и в девять вставать. Не опоздаешь. Фессалонидейцам. В 4.11.1 послании поэт пишет. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Как приятно, что здесь у вас живут все от своего участка, сами работают, держат много скотины. Приятно. Это выполняется заповедь. Не сбросьте с себя это. Люди говорят, а я устроился, ничего не делаю, я получаю. Это плохо. По-мирски это хорошо. А по-христиански это закроет дверь тебе в Царство Небесное. Там ни один лодок, тунеядец не войдет. Никому таким людям не завидуйте. В поте лица будешь есть хлеб твой. Это еще в раю сказано было. В поте лица. Значит, платочек все время в кармане что был? Непрерывно утираться. Поэтому первые священники, они служили всегда с полотенцем. Вот у батюшки оральки, ну ты здесь. Это полотенце. Это потом его уже тут украсили крестиками. Утирать пот. Больше ничего не значит он. Во втором послании к Ислам Некисам мы пришли в город Салуни спрашиваем. А у вас Павел заповедовал подвязаться в духе? Он говорит 3, 6, 8. Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата поступающего бесчинно, а не по преданию, которое принял от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеба даром. Но занимались трудом на работе ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Люди, которые нарушают устав, это бесчинники. Бесчинник в царь Всебожий не войдет. Не надо говорить, они баптисты, то, другое. Они в твой дом приехали, ты за них отвечаешь. Кто бы не приехал. Я еще раз говорю, у нас приезжают люди, бывают совсем неверующие. Разрешение, я с батюшком посоветуюсь, да, приехали. Люди-то хорошие. Но вы знаете наш устав? Да, мы знаем, все. Вообще разговора нет. Еще приехал бывший священник. Приехал уже распоясанный. Я говорю, а пояску подпоясаю, простите, я вот приехал по другое. Я не стал разговаривать. Взял тут же веревочку и упоясал его. Почему я духом пламенею? Ты что же делаешь тут так? Ну, простите я. Он сразу заизвинялся. А другие говорят, тот нахал какой. Знает, уставка нарушает. Я на это не посмотрел. Мало что он обо мне думает. Я его обнял и говорю, вот так я тебя люблю, как этот пояс вокруг тебя. Все, никаких разговоров нет. А то разговоры какие-то ведут. В Деяниях 18.25 говорится об одном удивительном человеке именем Аполлос. Он был наставлен в начатках пути Господней. И, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Завтра, если Господь позволит, мы будем в селе Шарчином. В два часа. Вчера наши братья ездили, там расклеили объявление. Договорились в Доме культуры. Первая встреча. Придут люди, не придут. Но мы горим духом. Мы желаем, чтобы и вы горели духом. Потому что в этом все. Все, что работает. Все это направлено к прославлению Христа. А прославление Христа в радости, когда спасается, как анями душа. На небе ангелы ликуют. Но вы хотите, чтобы об нас ангелы ликовали? Об одной потерянной, найденной душе больше ликовали, чем о 99 праведниках. Кто они такие праведники, не имеющие нужды в покаянии? Святей говорят, это ангелы, которые сохранили свое достоинство. Деяние 20.35. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых. И память это слова Господа Иисуса. И он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Духом нужно гореть. Где услышали, что помощь нужна. Сэкономьте что-то. Помогите. Это не мне. Поверьте, у меня все есть. У меня есть дом, где жить. Бог так сделал. У меня дом в городе, как будто с неба Бог опустил. Думал ли я, что напротив суда, где меня судили, дадут дом? Даже мыслишки такой не было. Раз я не заботился, Бог мне дал. Видишь, я такой бестолковый, не заработать мне никогда. Мне просто Бог, как будто с неба все опускает. Притом никому не ущерб это. Поверьте, доверьтесь. С вами Господь точно так же поступит. И вы сами видите, сколько он чудес уже сделал. Колорсинам 3.22.23. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Не в глазах, только служаем, как человеку угодники. Но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делайте, делайте от души. Как для Господа, а не для человека. Вот это означает, что духом пламенеть, Господу служить. Человеку помогаешь, ты Господу служишь. Кому-то милостырь подал, Господь говорит, в моей горсти найдешь судный день. Кому-то простил ради Христа. Вот это и значит, что духом пламенеть. Я ради Господа это делаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.